МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Льготный период для всех российских водителей поставили в одинаковые условия при оплате дорожных штрафов. Мороз крепчает, метеорологи пообещали нижегородцам много снега и понижения температуры. Налетая подешевела, торговый центр республика устроил революцию скидок для своих покупателей. Новогодние праздники позади, а это значит, что жизнь постепенно возвращается в привычное русло со всеми вытекающими, в том числе и выходом на работу. Все это спровождается неким стрессом, да и понятно почему. Уж то-что отдыхать русский человек любит больше всего на свете. Чтобы хоть как-то скрасить первые дни в офисе или за станком, психологи настоятельно рекомендуют заниматься физкультурой, а вечером немного прогуляться перед сном. С советом специалистов внял Юрий Афров. Новогодние праздники большинству нижегородцев принесли не только лишние килограммы, но и сбитый режим сна и даже апатию к обычному режиму, который не сопровождается бесконечной чередой застольей и прогулок на свежем воздухе. И здесь на выручку приходит его величество – спорт. Умеренные физические нагрузки спасают лучше всякого доктора. Простые такие методы, которые стимулируют, это просто обычные физические нагрузки. Небольшая зарядка каждый день может сохранить работоспособность уже к началу рабочего дня. Просто вот эта гиподинамия, когда люди не ходят, не шевелятся, не выполняют физическую нагрузку и потом резко ее начинают делать, вот это создает основную проблему. Поэтому не терять физическую нагрузку в течение отдыха. Для того, чтобы разум был светлым, а тело подтянутым, в день нужно проходить минимум 8 километров, ну или 8 тысяч шагов. Кто как мерит это расстояние. В первые рабочие дни года можно просто начать с прогулки из офиса домой. Вечерний променад поможет спланировать грядущий день, и настроение поднимет, а в это время накопленные калориям будут гореть ярким пламенем. Первые рабочие дни просто спланировать так, чтобы они не были чрезмерно нагрузочными. Ну и насколько я знаю, в традиции нашей страны до старого нового года никто так серьезно и не работает. То есть поэтому спланировать ту нагрузку, которая не будет чрезмерной. И тогда будет все хорошо. Прогулка прогулкой, тут главное не забыть еще и поспать успеть. Говоря о том, что можно дойти из офиса до дома, это не распространяется на тех, кто работает на площади Горького, а живет в футозаводском районе. Рассчитывайте силы. В идеале спать нужно минимум по 7 часов в сутки. Из депрессии уже будут выходить, потому что день будет удлиняться с каждым днем, там становится будет лучше всего. И иногда наступают неприятные эмоциональные ощущения, когда вдруг внезапный оттепель посреди зимы такое бывает. Тогда бывают депрессивные состояния. А так нет, прогулка на солнце. Чем больше солнца, тем меньше депрессии. Чем больше физической нагрузки, тем меньше депрессии. И режим соблюдения циркадный. То есть ночной сон – это хорошо. Получается, что для того, чтобы быть в форме, нужно гулять и спать на этой неделе. С этим справиться будет гораздо легче, так как в отличие от конца года, на ней всего лишь 3 рабочих дня, а не 6. Это, безусловно, дает дополнительную мотивацию и заряжает хорошим настроением. Юрий Афров, Никита Вертлин, столица Нижний. В России увеличили льготный срок оплаты штрафов ГИБДД. Буквально на днях было внесено изменение в действующее законодательство. Согласно которому, срок оплаты штрафов по выгодной цене может быть продлен. Но только в том случае, если письмо счастья автовладелец получил с сильным запозданием. А точнее, после того, как льготный срок уже истек. В других же случаях льготный период будет сохранен. Напомню, он составляет 20 дней. Такое нововведение, по мнению законодателей, позволит восстановить справедливость и право любого автовладельца на дисконт при оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. Ведь ни для кого не секрет, что работа почтовой службы не всегда отличается оперативностью. В некоторых населенных пунктах люди иногда и вовсе не могут дождаться постановлений. Для того, чтобы подать это заявление, либо письменно можно это сделать, либо на сайте Государственной инспекции безопасности дорожного движения, либо другим доступным способом. Можно, если судебное какое-то решение, там тоже можно подать информацию о суде, чтобы он принял решение о продлении данного льготного срока. Морозная и снежная погода, установившаяся в Нижнем Новгороде области, сохранится с 10 по 13 января. Температура воздуха днем составит минус 10, ночью до минус 13-15 градусов ниже нуля. На следующей неделе до региона должен добраться атлантический циклон, который принесет с собой влагу и обильные снегопады. Атмосферное давление резко понизится, а видимость на дорогах ухудшится. Синоптики не исключают даже метелей. Температура воздуха в дневные часы будет составлять минус 5-8 градусов, ночью минус 7-10 градусов. Также в Нижегородском гидромедцентре рассказали о том, стоит ли ждать морозов на крещении. В ночные часы минус 7-9, днем всего минус 4-5 градусов. Это достаточно тепло и, конечно, снежная облачность. Практически не будет солнца в начале следующей рабочей недели из-за плотных облаков. В первую половину следующей недели высокие температуры днем от минус 2 до минус 5, ночью минус 5, минус 8. На дорогах наледи надо быть крайне внимательными. Низкий фон атмосферного давления также обязывает метеозависимых людей принимать лекарства. Что касается крещения, потому что все ждут именно на крещении морозов, то понижение температуры как раз будет происходить ближе уже к 18 января, 18-19. И, конечно, более существенных морозов надо ждать в третьей декаде января, когда зима плотно устанавливается в наших широтах, и активные вторжения с Карского моря наиболее вероятны именно в этот период. Торговый центр Республика устроил революцию скидок. По таким названиям для покупателей проводят традиционную зимнюю распродажу. Магазины снижают цены до 70%. 70% как проходит шоппинг узнала Екатерина Анисимова. Наступил Новый год, а значит пришло время чего-то нового в нашей жизни. Например, можно устроить себе модную революцию в торговом центре Республика, где сейчас проходит революция скидок. К традиционной зимней распродаже уже подключились все магазины Республики. Вот оно, то самое время, когда можно позволить себе вещи, о которых давно мечталось по приятным ценам. Скидки сейчас достигают 70%. Революция скидок в Республике будет длиться весь январь. Есть время найти самые выгодные и модные предложения. Это все новости на сегодня. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире.